Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня я очень рада. У нас сегодня в гостях будет вновь Андрей Плайхов, замечательный кинотретик, киновед, почетный президент ФИПРЕСИ. Я вам уже это объясняла. Это Международная организация кинокритиков, очень уважаемая в кинематографической среде. Андрей был долгие годы ее президентом, сегодня он почетный президент. Но наша программа сегодня достаточно грустная, потому что мы будем говорить о потерях кино 2023 года. Этот год, ну, каждый год мы теряем, естественно, людей по возрасту, по каким-то другим причинам. Но этот год был особенно ужасный. И как-то все друг за другом ушли гиганты российского кино, и не только российского кино. И я хотела бы в начале нашей программы, прежде чем я дам Андрею слово в эфире, я хотела бы прочитать список, который он составил, тех, кто особенно важен для кинематографа. И понятно, что мы не можем прочитать абсолютно всех, но какие-то знаковые фигуры я вам, конечно, напомню. И наша программа сегодня будет посвящена наиболее ярким представителям режиссуры в кино, сценаристов, и в основном, конечно, российского кино. Если хватит времени, то и зарубежного. Но вот из режиссеров. Вадим Абдрашидов, Николай Досталь, Герман Климов, Глеб Панфилов, Александр Хван, Атар и Оселяний, Сергей Серегин, и актеры Инна Чурикова, Вахтан Кикабидзе, Светлана Брагарник, Ирина Мешешниченко, Вера Васильева, Игорь Юсулович, Алексей Кузнецов, Юлия Борисова, замечательные кинодраматурги, Наталья Рязанцева. Совсем недавно ушел гениальный совершенно Юрий Арабов. Фантастический оператор, один из талантливейших классиков российского кинематографа Ливан Паоташвили. И композитор Геннадий Глазков. Из кинокритиков могу назвать Юрия Богомолова, с которым мы дружили долгие годы. И Алексей Медведев, очень крупный кинокритик и фестивальный куратор, человек, очень много сделавший для продвижения каких-то молодых, особенно, кинематографистов. Андрей Шемякин, совсем недавно наш коллега, киновед, режиссер, документалист. И многие другие. И зарубежных кинематографистов, такие наиболее яркие. Именно Джейн Биркин, это символ 60-х годов, красавица, актриса, модель, певица, изумительный актер Хельмут Бергер, о котором мы говорили с вами в связи с Висконте, Карлос Саура, блистательный режиссер, Мишель де Виль, и красавица на все времена, Джейн Амала Бриджида, и многие-многие другие. Так что, вот такой, к сожалению, печальный у нас список. Но наша задача с Андреем сегодня напомнить вам о тех, кто был наиболее ярок и дорог нам с ним. И я с огромным удовольствием представляю в эфире Андрея Плаха. Андрей, привет! Здравствуй! И с Новым годом! Будем надеяться, что этот Новый год принесет здоровье лично тебе и твоей семье, но и поменьше жертв и потерь в нашем кино. Вот я перечислил твой снимок, и мы решили с тобой, что будем говорить по мере того, как люди уходили из жизни в этом 23-м году. И я тебе предлагаю начать с режиссера Николая Достоля. Ты знаешь, я каждому из них сделала, помимо фрагментов, такое небольшое слайд-шоу, чтобы под наш разговор люди видели и молодые, и голодые, и зрелые, и пожилые. В общем, Николай Достоль – замечательный кинорежиссер. Тебе слово. Андрей? Николай Достоль, ну… Да, слышно меня? Да, очень хорошо. Слышно? Да, прекрасно слышно. Андрей, тебя прекрасно слышно. Итак, мы говорим сейчас о Николае Достоле, режиссере, который снял много замечательных фильмов, сериалов, и который ушел от нас в прошлом году. Это одна из потерь. Конечно, Достоль – это… Он принадлежит уже не к тому поколению, которому принадлежат, скажем, Глеб Панфилов и Атарес Ириани, родившиеся еще в 30-е годы прошлого века. Достоль родился в середине 40-х годов, но он моложе своих коллег. Но он тоже успел внести в кинематограф такой существенный вклад, что мы его рассматриваем как одного из классиков отечественного кино. Советского, постсоветского, российского, какого угодно. Я начну с того, что… С фильма «Облако рай». Это, наверное, самое светлое, самое, с одной стороны, грустное, а с другой стороны, очень оптимистичная картина Николая Достоля. Дело в том, что он снял ее в хорошее время, в 1990 году. Это было время надежд. Это было время, когда уходил в прошлое советский строй со всеми его, как говорится, прелестями и ужасами. Но речь не об этом шла. Речь шла о России, о той вечной России, которая существует, существовала, существует и, вероятно, будет существовать, несмотря на те огромные катаклизмы, которые страна переживала и переживает. Все равно российская глубинка не очень-то меняется. Собственно, об этом и фильм Николая Достоля. Действие происходит в провинциальном городке, и главный герой – Коля, перекати поле. Потом Достоль снял продолжение, сиквел этого фильма. Он так и назывался – Коля, перекати поле. Он живет какой-то самой рутинной деревенской жизнью и также живут и в окружающие его люди. Но в какой-то момент он совершает необычный поступок. Он объявляет всем о том, что решил уехать из своего провинциального городка на другой конец огромной страны, куда-то на Дальний Восток. Это событие производит сенсацию в умах, в шоке, в сердцах всех тех окружающих людей, которые привыкли жить этой провинциальной жизнью, и другой не видят и даже не представляют. Потом вся эта история поворачивается комически, выясняется, что никуда на самом деле Коля уехать не может. Ехать ему, собственно говоря, некуда, никто его никуда не звал. Но тем не менее этот клич уже брошен, и весь фильм разворачивается как такая своеобразная трагикомедия надежд, разбитых надежд, мечтаний, необоснованных мечтаний, любви, преданности, ревности, зависти. В общем, очень большая гамма чувств смешалась в этом сюжете, который великолепно, с чувством именно комического и в то же время с какими-то очень ностальгическими, грустными, печальными интонациями разыграл Николая Досталь. Уже по этому фильму можно было сказать, что это прекрасное режиссер. Но Досталь снял еще много картин. Андрей, ты знаешь, у нас есть фрагмент, я взяла фрагмент из «Облака рай» для наших зрителей, чтобы они вспомнили, а кто не знал, может, заинтересует. Так что я предлагаю, давайте посмотрим фрагмент «Облака рай». Ты куда это с утра намылился-то? Дело есть. Дело это хорошо. Ну что, ты туда, что ли? Ну. И я туда. Пошли. Эх, я бы тоже спал, да погода хорошая. Что, свистишь? Свистю. Дуб-то возьми. Нафталином воняет. Я в тебе никогда не сомневался. Ты настоящий друг. Оборотил, души обещали. Ты мне зубы не заговаривай. Других тел нет, как в вашей наталье только бегать. А вот и Филомеев уже накупался. Я же говорил, что вода холодная. Смотри, что узнай, плохо будет. Так плохо, что хуже некуда. Вода, братцы, лед. Ноги сводит и выкручивает. Ты погуляй. Обо мне, сарафант. Эх, Колян, если б ты знал, как я рад за тебя. Каждый человек должен найти свое место, свою цель. Ты, ты помнишь? Не знаю, может, я помню. Сейчас раз вспомнишь, что помнишь. Хвост с пистолетом, Коля. Чемодан. Тебе твое дело. Без чемодана человек, как дерево. Всю жизнь на одном месте. Мне даже угостить вас нынче. Вот. Ручной работы. Так выпьем за то, что я сказал. За масштаб. А то смотри, вдвоем веселее. Автобус! Пиши, Коля. Не пропадай, Коля. Э, а где чемодан? Вообще удивительно, как одно слово, сказанное как бы шуточку или как там, мечта, да, преобразует жизнь. и мебель уже раскупили, здесь квартиру сдали, все собрали. И это, конечно, просто, конечно, потрясающе. Но надо еще напомнить, что ведь Николай Досталь начал вообще в юном возрасте. Он снимался у Михаила Калика в знаменитом фильме. «До свидания, мальчики» легендарный фильм по произведению Балтера. И он играл роль Саши. И его хотели, то есть режиссер сначала сопротивлялся его, то сказать, внешности, но потом, что он вроде не похож на еврея, но вообще, действительно, у него мама персианка, а папа знаменитый кинорежиссер. Поэтому, конечно, но тем не менее, вот он вошел в кино именно так. Но у него же были еще замечательные совершенно фильмы. Андрей, я предлагаю поговорить про штрафбат, если ты не возражаешь. Да, конечно. Я только скажу, что действительно Досталь происходит из известной кинематографической семьи. Его отец был кинорежиссером. Его брат был очень известным продюсером, в общем, одним из руководителей Мосфильма. Вообще, вся жизнь протекала на Мосфильме. Отец погиб на съемках. Это был несчастный случай. И Коля Досталь вырос, варился в этом соку. И он оказался достойным представителем кинематографической династии, продолжателем этой семейной традиции. Он снял много фильмов. Действительно, это хорошие фильмы. Я сейчас смотрю на этот список. Это «Маленький гигант большого секса» и «Мелкий бес» по «Сологубу». Он экранизировал Варлама Шаламова. Он брался за очень сложные сюжеты и темы. Но, может быть, самым таким тяжелым его и важным проектом оказался «Штрафбат». Потому что этот фильм поднял болезненную тему нашей отечественной истории. Ты покажешь фрагменты с фильма, я так понимаю, да? Я обязательно покажу фрагмент, да. И здесь я просто хочу сказать, что мы, когда с Андреем обговаривали наши персоналии, не со всеми я была знакома даже, а с Колей как раз мы были дружны, особенно в то время, когда наши дети в нашем замечательном Доме творчества Болошева отдыхали. И мы, пока дети там бегали, развлекались, мы с Колей много гуляли по парку, по тропинкам, очень много разговаривали. Он вообще, несколько раз я с ним делала интервью практически каждому, каждой новой его премьере, и он был удивительно нежный человек, умный, глубокий, и поразительно совершенно в общении. Так что светлая память, конечно, Коли. Давайте посмотрим «Штрафбат», где в главных ролях снялись очень интересные актеры, прежде всего и «Серебряков», и изумительные Юрия Степанов. Давайте посмотрим. Через штрафбаты прошло почти 700 тысяч человек, которых не считали людьми. Оставишь плацдарм, расстреляю собственноручно. Слышишь? Камбрик Хаенов! Их посылали на самые опасные участки. Посылали с оружием и без. Эх, мать моя женщина! Расступись! Леха Степанов! Держим в Питере! В лагерях сидеть надоело. Опять приползли. Простите, мы исправились. Я готовил покушение на товарища Сталина. В самом деле-то? Что значит в самом деле? Вы что, в своем уме? Политические и уголовники кровью искупали вину. Реальную и вымышленную. А как искупим, снова грешить начнем. сериал Штрафбат. Да, это трагическая история и так безжалостно совершенно сделанная Колей. Просто потрясающе. Знаешь, он писал, что военных консультантов практически не было, потому что предвидя возможные к нам претензии, мы никого не хотели подставлять и решили все ответственно взять на себя. Вот, представляешь, по архивным материалам и без консультантов. Они консультировались только по костюмам и, так сказать, окружению и так далее, но не более чем. Тоже позиция, правда? взяли на себя это, потому что потом на них было столько наездов и столько претензий с самых разных сторон, но прежде всего, конечно, со стороны властей. Владимир Мединский был горячим, так сказать, противником этого фильма и телевидение показало его спустя несколько лет с огромными купюрами. Это был большой скандал, потому что это было безобразное нарушение авторских прав, но тем не менее это было сделано. Станислав Говорухин выступал против этой картины, как раз ему пеняли вину, вставили то, что он исказил как будто бы исторические какие-то обстоятельства деятельности этих штрафбатов. Но на самом деле, конечно, претензии были в другом. Он показал ту правду, которую не надо было показывать с точки зрения властной. Да. он это сделал и сделал очень сильно. И, собственно говоря, мыли кинематографа вот прежде всего вот этим своим качеством, этой своей безудержной смелостью, принципиальностью, кстати, он проявлял ее и в жизни. Он выступил как такой стандальный съезд союза кинематографистов, конфликт между новым киносоюзом и старым союзом, который по-прежнему возглавлял Никита Михалков. Досль выступил очень принципиально, и был принципиальным противником вот этих старых законсервировавшихся структур. Но помимо штрафбатора и помимо вот этой своей очень важной работы и даже общественного какого-то своего лица очень светлого и прогрессивного, я думаю, что он запомнится и фильмом «Облако рай», потому что этот фильм является символом как бы переходит нашей страны из одного состояния в другое. Старая мечта о чём-то новом, несбыточном, и в этот момент самый последний, последний, крайний точка существования Советского Союза, и дальше какая-то дорога в какое-то непонятное облако рай, то ли рай, то ли ад, неизвестно, вот это вот очень точно и своевременно сумел воплотить в своём фильме Николай Достель. Да, светлая память, Симон. Ну, давай дальше. Один из гигантов российского кинематографа Глеб Парфилов, он ушёл из жизни 26 августа, а в Москве пережив свою любимую жену и музу Инну Чурикова всего на 8 месяцев. Это была, конечно, такая падение, они были так слитные, такая потрясающая творческая пара, что это, конечно, огромная потеря для кинематографа. И Глеб Парфилов это один из самых известных он увешан всевозможными призами в Советском и Российском кино, который прицел в в вне брода и на исторских дебютах за всю историю советского кино. Потом продолжил свой путь в начале фильме «Прошу слова». Все эти фильмы имели огромный успех. Благодаря этим фильмам Инна Чурикова стала очень большой звездой советского кино. Но особенно успешно было начало, конечно. Я думаю, что мы ещё поговорим немножко об этом фильме. Дальше была тема. Первый фильм Панфилова, который столкнулся с цензурой, он был запрещён, положен на полку и был снят только уже совсем незадолго до перестройки и потом получил главную премию Берлинского фестиваля «Золотого медведя». И фильм «Васса». Вот это такая тетралогия Инна Чурикова. Потом Панфилов продолжал работать уже немножко в другом регистре. Он делал исторические реконструкции фильмы по произведениям Солженицына. В общем, он работал до последних лет, и это было интересно. Но всё-таки как бы такие ключевые его работы были созданы в 60-е, 70-е и начало 80-х годов. Да, я с тобой согласна абсолютно. И у нас есть фрагмент даже Арковский, конечно, крупнейшая титура этого времени. Да, абсолютно. И ты знаешь, у нас есть трейлер, я взяла «Начало», чтобы сначала два фрагмента из «Начало», вторая особая тема. Давайте посмотрим сначала трейлер «Начало». Я презираю его, презираю, смеюсь над ним. Правильно. Парахлое. Я как автор сценария настаиваю меня за меня. Киночник! Дружь, меня извините, я за мужем пришла. Они мне мешают. Они мне мешают! Они мне мешают! Нельзя мне целоваться. Слаба. Млею. Млею. Ты что смеешься? Млею! Сам ты змей! Я нефектная. И прекрасная. Андрей, я хотел бы, чтобы мы с тобой немножко поговорили о теме, которая есть в этом фильме. Вообще, это феноменальное превращение из провинциальной девочки, которая играет бабу-ягу, в Жану де Арк. И вот эта тема больная была для них, потому что даже два таких крупных уважаемых кинодеятеля, да, и Панфилов, такой признанный всеми партийными органами тоже, им не дали поставить Жану де Арк. Это была мечта их совместная всей жизни. Но под тем кадром, которые вошли в начало, видно, как могла быть, какая мощная это должна была быть картина, как потрясающе воссоздано время. Как ты считаешь, Андрей, мне кажется, что это просто грандиозно? Конечно. Я даже теперь не совсем понимаю, хотя я сам занимался тем, что снимал с полки фильмы, запрещенные советской цензурой. Я был председателем так называемой конфликтной комиссии. Но и очень хорошо знаю очень многие механизмы вот этой советской цензуры. Но мне все-таки не совсем до конца понятно, особенно сейчас уже, спустя годы, почему эти наши цензуры так были против экранизации классики. И сказалось бы, ну что такого? Тарковский снимет идиота Достоевского. Снимал же Пырьев идиот, и все было нормально. Или братьев Карамазовых. Почему Панфилову не дали снять Жану Дарк? Неужели какие-то аллюзии, которые именно в этом сюжете должны были сработать? Не знаю, почему, но действительно это стало большой травмой для Глеба и для Инны Чуриковой, потому что это был проект жизни. Был написан сценарий, были разработки. Все это как бы жило в них постоянно, и жило как неродившийся ребенок. Это было очень болезненно. Давай посмотрим вот этот короткий фрагмент, где она играет, и видно, как воссоздано это время даже по нескольким кадрам мощно, жестко. Давайте посмотрим. Да. в чем их вина? Дезертиры. где твое оружие? Там. А твое? Не знаю. Почему? Отвечай. Почему? Страшно было, вот почему. Жанна, прости меня, я больше не буду так. Жанна, прости меня, Жанна. повесить предателя. Обоих? Обоих. Жанна! 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 Пора ехать, Жанна! Пора ехать, Что с тобой? Не страшно. Пора ехать, Жанна. Коня! Коня! Ну вот, вся мощь и талант режиссера и актрисы в этом фарменте прекрасно виден. Друзья мои, мы сейчас уходим на небольшую рекламную паузу, оставайтесь с нами, мы продолжим вспоминать ушедших, выдающихся кинематографистов. Всегда окружали вас максимальной заботой. Пришло время ответить им взаимностью. Один из лучших реабилитационных центров класса люкс в Нью-Йорке готов восстановить их здоровье после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Русскоязычный персонал, все необходимые доктора под одной крышей, домашнее питание и развлекательные мероприятия для благоприятного восстановления. Реабилитационный центр Шорвью. Один из лучших в Нью-Йорке, но самый лучший для ваших родных. Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора ВОТСАП, ВОТСАП, ВАЙБЕР или ТЕЛЕГРАМ. 1-849-635-05-40. Телефон для звонков по Америке 718-303-7575. Прекрасная Доминикана, Бирюзовое Карибское море, великолепные пляжи, таинственные пещеры, джунгли, дом Колумба, остров Баунти, ром, плантации сахарного тростника, домашний шоколад. Вы это все увидите, если свяжетесь с Дианой. Мы находимся в Доминиканской республике. ВОТСАП, ВАЙБЕР или ТЕЛЕГРАМ. 1-849-635-05-40. Телефон для звонков по Америке 718-303-75-75. Диана – наш человек в Доминикане. Майклс Фармаси поздравляет вас с Новым годом и приглашает за покупками. Огромный выбор подарочных наборов, европейский текстиль и посуда самого высокого качества не оставят вас равнодушными. А подобрать правильный подарок поможет многоязычный персонал аптеки. Аптека – самая лучшая в Нью-Йорке. Приходите, и вы быстро поправитесь. Я ни к какой другую аптеку не хожу, потому что все, что стоит надо мне, я все беру отсюда. Майклс Фармаси специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Многие медицинские товары, включая ортопедическую и диабетическую обувь, доставляются из Германии, Испании и других стран. Сотрудники аптеки помогают пройти визуальный тест для получения водительских прав, четко и своевременно решают все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Майклс Фармаси не только экономит ваше время и деньги, но также дарит праздничное настроение. С Новым Годом! Майклс Фармаси 718-921-87-77. Когда родной человек в беде, нас охватывает ужас от того, что мы не можем ему помочь. Зависимость – это и психологическая проблема. Не выявив ее, сложно установить, что именно заставляет человека снова возвращаться к наркотикам или алкоголю. Реабилитационная программа Back to Life направляет пациентов в известную израильскую клинику «Феникс», где с ними работают опытные психотерапевты, возвращая смысл жизни и веру в себя. Звоните 267-226-6363. Back to Life Возвращение к жизни. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термит, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839. Ресторан «МАЭД» гордится изысканной кухней и эксклюзивными блюдами исключительно из органических продуктов. В «МАЭД» проводятся мероприятия для детей и взрослых. Ваше неповторимое торжество пройдет в уникальной обстановке с дизайнерским оформлением по вашему выбору, а кулинарные шедевры ресторана удивят вас и ваших гостей. В «МАЭД» работает крафт-студия. Более 20 классов для ребят дошкольного и школьного возраста. Приводите своих детей и внуков. «МАЭД» – это удовольствие для всей семьи. 929-410-2299. Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. У нас сегодня в гостях Андрей Плахов, известный кинокритик, почетный президент Фипреси. И мы говорим об ушедших, ушедших гигантов российского мирового кино. Андрей, вновь приветствую тебя. Спасибо, что ты нашел для нас время. Это всегда очень дорого. Для меня лично, думаю, для всех. И я хотел бы предложить тебе обязательно поговорить о фильме «Вальса». «Вальса». Это экранизация пьесы Горького Васа Железного, которую мы видели всегда в таком кандом, в воплощении. Там Пашена играла, когда я была уже за 50 и так далее. И этот фильм совершенно другой. Это молодая женщина, какая она и была вообще на самом деле, которая, как всегда, гениально играет Чурикова. И это показ развала семьи, развала моральных каких-то качеств в ее семье. И, ты знаешь, я его пересмотрела даже перед нашей передачей. Потрясающая картина. Я советую очень нашим зрителям пересмотреть эту картину. Что ты можешь сказать об этом? Безусловно, это выдающаяся работа и совершенно новый взгляд на классику. Это было то время, когда классика пересматривалась. В это время, скажем, Никита Михалков снял неоконченную пьесу для «Механического пианино», где мы увидели совершенно нового Чехова, которого не видели раньше. Есть и другие примеры того, как Сергей Соловьев, предположим, экранизировал тут же и Пушкина, и Чехова. И это было новое прочтение, новый взгляд уже как бы из эпохи оттепелей, вот постоттепель, это уже как бы считалось временем застой и стагнации, но тем не менее, вот этот вот дух оттепелем все равно продолжал жить в этих режиссерах, которые были заряжены этой энергией, в том числе и Глеб Панфилов. И вот тут, конечно, особенно интересно, потому что это был такой потрясающий дуэт режиссерско-актерский Панфилов и Чурикова. Они работали вдвоем, они были как бы неотделимы, нерасторжимы один от другого, и все фильмы, в общем-то, ну, они как с автора этих фильмов выступают в полной мере. Причем, если в Жанне Дарк мы видели, вернее, в начале мы видели, что это как бы снято, это как бы, ну, как сказать, это такой эскиз этой Жанны Дарк, но если Жанна Дарк это трагедия, историческая трагедия, которая могла бы, наверное, соперничать с фильмом Андрея Рублев-Тарковского, я думаю, если бы она была снята в полном объеме, то начало – это как бы проекция вот этого исторического, трагического сюжета на современность, и возникает очень много комического в этом. Это удивительно, потому что Панфилов, вообще-то, режиссер очень серьезный, чувство юмора – это как бы не главный его добродетель, наверное, но в фильме «Начало», согласитесь со мной, что там очень много смешного, много юмора, много легкости какой-то такой, при том, что вот эта вот вся часть связанная с Жанной Дарк показывает, что существует и теневая сторона, и мрачная сторона этой истории, и, в общем-то, внутри этой фабричной девчонки героиня живет на самом деле настоящая трагическая актриса и трагическая героиня. Вот. То, что касается вас, Железновой, потому что вас у Железновой мы привыкли воспринимать сквозь вот эти хрестоматийные рамки школьные программы как, ну, в общем, такую, ну, буржуазскую, такую, в общем, купчиху, богачку, которая, в общем, обладает всеми как бы пороками своего класса и которая совершенно не может вызывать никаких симпатий, она не может быть привлекательной, как женщина, она как бы вот такой, по-своему роду какой-то монстр, социальный монстр, какой-то социальный урод. В общем-то, это есть, конечно, в пьесе Горького, но есть и другое. И вот Панфилов вытащил как раз совершенно другое, Панфилов с Чуриковой, прежде всего, потому что Чурикова, мне кажется, она вообще, не знаю, она великолепная актриса и очень многогранная, но сейчас я пытаюсь вспомнить, но мне кажется, она ни разу не сыграла по крайней мере, среди основных ролей никогда не было однозначно отрицательных ролей, потому что вот ролей злодеек, скажем, какой вот, как бы должна быть васа железного, хищниц, нет, она всегда, даже играя, она играла очень незаурядную натуру, которая обладала как бы и той, и другой стороной, светлой, и темной в чем-то. И вот этот объем, конечно, был совершенно удивительный, особенно для советского кино, которое все-таки было во власти определенных социологических штампов. Панфилов снял эти штампы и показал нам Васу Железнову в образе Чуриховой, и это стало открытием. Да, ты знаешь, просто мне ее жалко, ее все время жалко, эта хрупкая женщина, которая тащит на себе этого любящего всякие прелюбодействия мужа, которого судят заросления малолетних, пьяницу-алкоголика брата, который расслевает ее детей. И вот этот весь кошмар и всю эту механику огромного купеческого дела, и вот эта хрупкая женщина все тащит на себе. Поразительная роль. Еще удивительно про Юрикову хочется сказать, вот смотри, сколько они работали вместе, каждый фильм, она абсолютно другая. Ведь могло бы надоесть, но сколько можно мужу снимать жену, никому же даже в голову не приходит так подумать, потому что это каждый раз точное воплощение того, что задача режиссера, и везде она разная. Давайте посмотрим фрагмент из вас. Не позорь семью, не за себя, ради детей прошу. Сергей, Сережа, прошу тебя, прими порошок. Нет, я схему приму, я в монахе пойду, я под землей буду жить, а буду. Пустое сказал, пустое. Хочешь, я на колени встану перед тобой, я перед тобой. Пойди ты прочь. Подумай, ты ведь будешь сидеть в тюрьме, потом весь город, весь соберется смотреть на тебя. После этого ты страшно и долго будешь умирать арестантом, каторжником, в позоре, в тоске. А тут без боли, без стыда. Выпиши, как уснешь. Ничего, пускай судят. А дети, а позор. А я и в каторге буду жить, пускай. Пустое, прими порошок. Ничего я от тебя не приму. Прими добровольно. А то что, отравишь? Сергей, ты куда? Погоди. Сергей, Сергей, подожди. Подумай, о дочерях. За пакости отцов дети не платят. Пусти говори. Я на суде молчать не стану. За матерей, за матерей, которые хорит, мушать правят. Слышь, оттуда, не оры. Я на суде молчать не стану, я все расскажу. Как ты приводил мой дом гулящих, где бы как раз путничал с ними. Дудочку напугал. Она после этого вроде слабоумна. Ни к чему не способна. Смотреть на тебя страшно. Слышишь? Прими порошок. Слышишь? Да, душераздирающая сцена, что говорится. Андрей, ну давай время летит так. И я хотел бы, чтобы мы перешли к совершенно удивительному никому, ни на кого не похожему режиссеру Атару и Асилиани. Это советский, грузинский, французский кинематографист. Он ушел из жизни 17 декабря. Ему было 89 лет, уже почти под 90. И он с 1984 года работал и жил во Франции, потом жил уже в Грузии, но с ним кино все равно снимал во Франции. И это было, конечно, явление. Мы помним «Листопад» и жил певчий Дрозд. Он совершенно повернул и взглянул на нашу жизнь, такую суетливую, совершенно с другой стороны. Андрей, ты же был знаком с ним, Сатар? Я был хорошо знаком с Сатаром. Можно даже сказать, что мы дружили. Во всяком случае, был такой период, когда мы очень часто общались. Это было очень интересное общение, о котором просто сейчас нет времени рассказать. Но общее впечатление, конечно, от него было поразительное. Это был человек чрезвычайно независимый, абсолютно не ориентировавшись ни на какие каноны, ни на какие репутации. Он был такой своего рода инфантериб, такой вот ужасный ребенок, что ли, когда он еще был молодым, но с возрастом он заматерел, так сказать, и тем не менее оставался все равно таким очень большим упрямцем в душе, который всегда шел своим путем, ни на кого и ни на что не оглядываясь. И то, что он в итоге попал во Францию, это тоже закономерно, хотя он был классиком грузинского кино и считался самым талантливым режиссером во всей школе очень талантливых авторов грузинского кино. Он все равно был как бы первой среди равных, я бы так сказал. И в какой-то момент он уехал, потому что он развивал свою эстетику, свое понимание кинематографа и отношение кинематографа с жизнью в этих фильмах. «Христопад», который подвергся, конечно критики, потому что там был подвергнут ну так сказать сомнению что ли и даже сатирическому осмеянию вот этот миф о грузинском вине. Грузия – страна виноделия. А там было показано, как фальсифицируют вино на винном заводе, как его в общем разбавляют и в общем профанируют. «Жил певчий дрозд», ну этот фильм правда может быть меньше критики вызвал, но зато постарались следующая картина и оселяне просто фактически легла на полку, потому что властям совершенно не понравилось, как он показал грузинскую деревню без всякого поэтического флора, очень жестко и откровенно. При этом и да, и вот тогда он понял, что как бы вот все, что он мог сказать и сделать в Грузии, он сделал и сказал, и он нашел способ, нашел путь уехать во Францию. Это, конечно, спасибо за это, Шеварнадзе, который ему покровительствовал и вообще крупным режиссером грузинского кино. И во Франции он начал совершенно новый творческий путь, однако остался самим собой. Обычно, когда режиссер эмигрирует, начинается метание, начинается поиск каких-то компромиссов, каких-то вариантов развития, потому что совершенно другая система. Мы знаем, как Тарковский мучился, например, в эмиграции, когда он уехал, он нам снял два фильма, но это были очень большие мучения. У Эсселяни мы ничего такого не замечали. Он снимал, и не только, между прочим, во Франции, он снимал в Италии документальный фильм, в Тоскане, он снимал в Африке даже один фильм «Истал свет». И, тем не менее, все это было такое впечатление, как будто он по-прежнему снимает Грузию. Он Грузию нес в своем сердце из фильма в фильм. И тема его фильма была одна и та же. Это гибель традиций аристократических или даже крестьянских традиций и приход новоришей и вульгаризация жизни, нашествие варваров, я бы так сказал. Вот эти старые традиции рушатся, а на их место приходит что-то совершенно непотребное. И вот оплакивание вот этих традиций, ну оплакивание не горючими слезами, а вот именно такое вот интеллектуальное приобщение к этим высоким традициям по контрасту с тем, что происходит в современной жизни, причем не только советской, там позднесоветской, но и французской, буржуазной, он ее абсолютно не идеализировал. Вот это как бы и о Селлиане, который всегда честно говорил то, что он чувствовал по отношению к окружающему миру. И это отношение было нелицеприятным. Да, и мало кому нравилось. Но ты знаешь, вообще удивительно сохранить, пройти всю жизнь таким целостным человеком, нигде не изменив себе в любых условиях. Это, конечно, удивительный героический путь в Селлиане. Но я хотел бы, чтобы мы показали трейлер «Жил певчий дрозд». Вообще очень интересно, он говорил о том, что где-то в компании с друзьями кто-то рассказал из друзей про то, что ушел человек очень молодой. Его это так задело, и он стал об этом очень серьезно думать. и когда, будучи в Болшево, рассказал двум замечательным либретистам, сценаристам, Нусинову и Лунгенову, Илье Нусинову, да, и Семену Лунгенову, рука выпала из памяти, извините. И вот, и удивительным образом вот это сложилось такой фильм, где человек, как пташка, бегает всем, помогает у других дела значительно важнее, чем его личные. На самом деле он музыкант, у него открыты ноты, он должен написать что-то. Но это так, показано с таким невероятно очаровательным героем в главной роли. И давайте посмотрим триллер, там очень пунктирно все вы увидите. Илья, привет. Вот всегда так у меня. Почему-то я всегда и перед всеми бываю виноват. Илья, почему ты молчишь? Пластинок сколько у вас? И другой глаз у вас такой же красивый? Нравишься ты мне. Допустим. Дел много, а толку мало. Черт его знает. Вроде бы весь день бегаю. А в итоге посмотришь, почти ничего не сделано. Не знаю. Почти или ничего? Ты знаешь, пожалуй, что ничего. Как все запуталось, не пойму. Шум мне мешает, тишина меня раздражает, что-то непонятное. Ты знаешь, я прочитала, что он никогда не просил композиторов писать музыку к его фильмам. Она у него возникала из разных источников. Тоже очень примечательный вот этот музыкальный ряд у него. Но я хотел бы, чтобы ты рассказал немного, Андрей, о его жизни во Франции. Ведь он снял очень много там фильмов. Да, он снял много фильмов. И если, скажем, в грузинских фильмах это была знакомая для него жизнь, в которой он вырос. И, как написала, по-моему, критик Нейя Зоркая в свое время, в фильме «Жил певчий дрозд», жизнь пенилась как боржоми в бокале. Вот действительно это была такая пенящаяся, кипящая какая-то, в общем, очень естественная и очень привлекательная жизнь. То во Франции он попал в совершенно другую среду. Все-таки в другую ситуацию. И, тем не менее, он очень быстро освоится. Во-первых, он хорошо знал французский язык. Во-вторых, он был невероятно артистичен. И французы полюбили его сразу. И у него нашлись и продюсеры, и поклонники. Все его фильмы получали призы на Венецианском фестивале. Причем он тоже был такой человек очень колючий. Например, я помню, когда он приехал в Венецию с фильмом и стал свет, снятым в Африке. В жюри входили довольно известные режиссеры. Председателем жюри, между прочим, был Андрей Смирнов. Наш был там итальянский режиссер Пупиавати. А я Семенев сказал, мне совершенно неинтересно, как будут судить мой фильм такие посредственности, как я назвал фамилии этих людей. Можете себе представить, какой был скандал. Но, когда фестиваль закончился, жюри присудило ему, тем не менее, приз. Второй приз по значению, не главный, но тоже очень почетный специальный приз жюри. Тогда он сказал, ну, меня это не удивляет. Получать этот спецприз, это вообще уже моя специализация. Я каждый раз его получаю в Венеции. А мое мнение об интеллектуальных способностях членов жюри все равно не изменилось. Вот так он сказал. Короче говоря, это был человек весьма такого острого, колючего характера, темперамента. И это проявляется в его французских фильмах тоже. Там он не стесняется и критикует в общем французские нравы очень и очень жестко. Но при этом, конечно, он остается и лириком. Вот в этом удивительное сочетание, что как бы будучи таким едким даже как-то в каком-то смысле человеком, ну, такого желчного немножко склада он мог быть. Но в это же время он был невероятно поэтичным, величным. Особенно, конечно, для него была важна тема алкоголя. И случайно вот его начало его пути, это фильм «Лестопад», связанный с вином. Вот он рассказывает о таких бомжах, пьяницах, маргиналах, которые где-то сидя там на задворках Венеции или Парижа за бутылкой вина, приобщаются к каким-то своим духовным ценностям, которые гораздо выше, чем те материальные блага, за которыми гонится большинство людей, и в результате теряет свою душу. В общем-то, об этом его кино. В частности, фильм «Сады осенью», потому что у него было много фильмов и «Фавориты луны», и «Утро понедельника». Вот «Сады осенью», истинно само название уже о чем говорит. И «Сады осенью», где герой это некий профессор, который давно уже потерял какую-то живую связь с жизнью. Он когда-то сделал некое научное открытие, это очень сомнительное, а в свою жизнь просиживать штаны, так сказать, на профессорской кафедре, и в общем жизнь ему по сути потеряла всякий позитивный смысл. В общем, вот эти размышления вообще о человеческой жизни, об истинных и мнимых ценностях, мне кажется, это главное в творчестве Иосилиана, и эту линию он провел от начала своего творчества до самого финала. Андрей, мне вообще кажется, что это пожилой дрозд, знаешь, вот как-то все то же самое. Давайте посмотрим трейлер, там тоже тоже он мотается, забегает сюда, туда, здесь посидит, там похлопает, здесь покатается по асфальту. этот персонаж показан все-таки более сатирически. Ну давайте посмотрим. Pour inaugurer cette magnifique réalisation поливалente, я la деклар оверт. Вы видели что происходит на улице? Вы êtes un con! Voilà! Трис вердик, но вы êtes un con! Monsieur Premier Ministre, j'ai l'honneur de... Je сме la démission. Alors, qu'est-ce que tu fous? Plus rien, et pour longtemps. Ton boulot avec les animaux, là, c'est pas trop casse-pied, non? Tant que ça casse pas les pieds des animaux, quoi. Je Tu es redevenu toi-même un simple mortel. Eh oui, fier de l'être. Tu viens là. Ça va? Et toi? Ça va très très bien. On s'en André, ну, вот, я хотела бы, чтобы мы обратились сейчас к ушедшим двум сценаристам, и оба совершенно ни на кого не похожи. Оба сохранили удивительную цельность и верность своим принципам в кино. Оба не были популярными людьми, в смысле, не любили тусовок, не очень светились на всяких интервью. Это прежде всего Наталья Рязанцева. Она ушла из жизни 10 января, ей было 84 года. Но все фильмы, которые сделаны по ее сценариям, они все Samsung, знаешь, как говорят, но все удивительные. И особенно фильмы, которые, по которым и по ее сценарием, ставил ее невероятно талантливый муж Илья Авербах, который очень рано ушел из жизни. И вот даже первый фильм, о котором я хотел бы поговорить, «Долгие проводы», снятый Кирой Муратовой, фильм до сих пор продолжает привлекать, завораживать, который столько лет пролежал, сколько он пролежал, Андрей, «Долгие проводы»? Двадцать, наверное, да? Чуть меньше, в общем, да, лет 15-16, вот как-то так. И это был прекрасный фильм, который совершенно непонятно, за что лег на полку, потому что ничего крамольного в нем не было. Это был очень камерный фильм об отношениях между матерью, еще молодой женщиной, но одиночей, подрастает и находится в таком турбулентном возрасте, когда эти отношения он хочет что-то узнать о своем отце, в общем, хочет как-то разобраться со своей молодой жизнью, в общем-то, ему как бы не до матери, но в конечном счете между ними происходит очень трогательное сближение на фитнесе, на концертах, где исполняют песню «Белеет парус за одинокий», это, конечно, одна из самых душевизирающих сцен, можно сказать, мирового кино. И написала сценарий Наталья Рязанцева, да, две замечательные женщины, Ким Мратова, Наталья Рязанцева, вот такой симбиоз, который возник только на одном фильме, и это оказался шедевр. И поразительно Зинаида Шарков главный ролик. Такая же выдающаяся. я хочу показать вам, дорогие друзья, небольшой фрагмент из этого фильма, как раз вот этот эпизод, о котором сказал Андрей. Давайте посмотрим. У меня пропадает звук. Я... Субтитры создавал DimaTorzok Так, это у нас что поставили? Какой-то, по-моему, не тот фрагмент. Мы говорим о Наталье Рязанцевой. Но я... Наша программа приближается к концу, но я хотел бы не видел фрагментов. Ты меня слышишь, Андрей? Андрей, ты меня слышишь? Я слышу, да. Я тебе тоже хорошо. И, к сожалению, мы не можем показать, но был еще потрясающий фильм «Чужие письма» с совершенно поразительной темой, как что нельзя читать «Чужие письма», нельзя влезать в чужую жизнь, как девочка из неблагополучной семьи, которую поселяет у себя сердобольная учительница, как она начинает уничтожать ее жизнь лично. Это, конечно, такой многомерный был фильм, как и все фильмы Натальи Рязанцевой. Ты с ней был знаком? Я очень шапочный. Алло. Меня отключился... Нет, Андрей, мы тебя слышим. Я могу говорить, но не слышу. Я тебя слышу. Андрей? Я тебя слышу. Ну что, тогда я говорю про фильм «Чужие письма». Собственно говоря, ты уже сказала главное. Это действительно очень важный фильм позднего советского кино. На сей раз снятый в рандеме. Наталья Рязанцева работает с разными крупными кинематографистами, режиссерами, прежде всего. Она была связана с ними личными отношениями. Ее первым мужем был Геннадий Шпаликов, тоже замечательный сценарист, к сожалению, очень рано и трагически ушедший из жизни. А вторым мужем Илья Авербах, замечательный режиссер, с которым она сделала эти же письма. Да, это великолепный фильм, потому что был один из тех фильмов, о которых павляки, скажем, называли кино морального беспокойства. Вот в советском кино тоже этот тренд присутствовал. И как раз Илья Авербах является его самым легким мыслям. Илья Авербах и Рязанцева. Да, Андрей, ну вот видишь, наша программа пролетела просто потрясающе быстро, и мы не сказали об ушедшем совсем недавно, выдающемся совершенно сценаристе Юрия Аараба, но мы, надеюсь, к этому вернемся. Так что, друзья мои, смотрите фильмы лучших режиссеров, не забывайте их. А я прощаюсь с Андреем. Спасибо тебе огромное и до следующих встреч. Спасибо, Семен. Всего доброго. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok